Всем всем фанатам мотоспорта! Мы сейчас находимся на Нижегородском кольце, где проходит четвертый этап российского супербайка. На прошлой мотарке нам не так повезло с погодой, потому что было 12 градусов, холодно и дождь. Дождь шел два дня весь уикенд. Хотя некоторые пилоты сказали, что их дождевой дебют был очень удачным. Но в этот раз нам с погодой повезло совсем, потому что сейчас 25-30. Все пилоты говорят мне, что это идеальная погода, потому что отличный держак, мотоцикл слушают так, как надо. Поэтому я надеюсь, что у них получится сегодня проехать так, как они этого хотят. Мы сейчас пройдемся по стартовой решетке и пообщаемся с пилотами, пока идет пристартовая процедура. На первых рядах стартовой решетки у нас на первом месте Алексей Иванов. Он выступает на мотоцикле Yamaha. И это губонщик из Москвы. Его девушка держит ему зонтик. Команда проверяет настройки. Последнее. Все, что можно проверить финально. Леша, привет! Привет! Как твои дела? Что ты сегодня ел на завтрак? Кашу, хлопья и морс. Отлично! У тебя здоровая диета. Скажи, пожалуйста, ты успел отдохнуть как-то перед вот этим четвертым этапом? Да, немножко успел отдохнуть. В прошлые выходные, правда, мы были здесь же, на этом треке. У нас были такие трифт-катушки. Но да, морально, физически пододохнул. Владик, как силы есть. Очень надеюсь на хороший ремонт. Алексей, расскажи мне в двух словах, пожалуйста. Как ты анализируешь результаты своих заездов? Как ты улучшаешься? У тебя есть какая-то методика? У вас же все-таки командная работа, да? Да, конечно. На университете стоит полная телеметрия от Мотека. И после каждого заезда мы с Сережей Бояринцевым, нашим инженером, смотрим какие-то вещи, анализируем, сравниваем различные повороты сектора между различными сессиями и смотрим, где мы были быстрее. В принципе, у нас уже большой достаточно опыт, мы даже если не имеем сразу быстрого друга на анализе на конкретном треке, то мы, ну, примерно знаешь, как должны выглядеть графики открытия скорости, торможения, когда едешь быстро. Поэтому видно тоже такие места, на которые надо больше всего работать. Также мы считаем идеальный круг по секторам, вот, и стараемся в следующей сессии добиться уже времени, чтобы это было, ну, предыдущая сессия идеального круга, так скажем. Серьезная аналитика идет. Ну, да, все-таки. Удачи тебе на гонку. Спасибо. Мы пройдем по стартовой решетке дальше. К следующему гонщику, если он с нами согласится пообщаться, это номер 55, Сергей Кропухин, многократный чемпион России по шоссейно-кольцевым мото-гонкам. Тебе удобно сейчас поговорить с нами? Скажи, пожалуйста, Сергей, а почему не приезжает Алла Гордеева? Я ее не вижу этим летом. Почему? Почему? Она была, она была в Казани, вот она пропустила дождевой этап и этот Нижний Новгород, но на следующий этап в Казани, на МРВ, потом она приедет уже. То есть в Казани мы ее увидим. Спасибо. Скажи, пожалуйста, а ты едешь на спортивном бензине? Да, еду на спортивном. А чем отличается спортивный бензин от обычного, например, 98? Ну, просто этот бензин нужен, когда ты подготавливаешь мотор, тебе просто нужно чуть больше октановое число, для того, чтобы не было детонаций. Поэтому, как бы, это просто необходимость. Для стоковых моторов можно использовать обычный. Скажи, пожалуйста, а что ты делаешь, проверяешь в компьютере? Ну, слушай, у нас вот на Вормапе перестал датчик задней скорости работать, и три круга, у меня электроника отключилась полностью. Мы сейчас в последние полчаса пытались там реанимировать, как бы, поменять датчик, и кое-что там в крепеже изменить, потому что он перегревался. Потому что здесь, на этой трассе, приходится активно пользоваться задним тормозом. И из-за перегрева суппорта, это передается температура на датчик задней скорости, и вот у меня он вышел из строя. Вот сейчас пытаемся понять, все ли работает нормально. Понятно, удачи, не буду тебе мешать. На третьем месте стартовой решетки Марии Медведева. Это гонщица команды Matrix Racing. Она из Москвы, выступает на мотоцикле Yamaha. Вот мы видим рядом с ней Ильяна Курочка, Антон, который механик, яхничь мотоспорт. Поэтому у него есть огромный мировой опыт. Я думаю, что он помогает Марии с настройками мотоцикла и вообще с починкой. Расскажи, пожалуйста, что ты изменил в мотоцикле Марии? Я не могу рассказать все секреты. Ну, то, что можно. Ничего, просто настроил, помыл, почистил. В принципе, мотоцикл готовый, хороший. R6 я знаю очень давно, очень хорошо. И вообще, Маша молодец. Она старается выполнять все поставленные задачи. На прошлом этапе Марии приехала первой в классе СТК-600. Скажи, пожалуйста, вот я в прошлый раз зашла просто в боксы к вам, и мне вы заявили, что основное в починке мотоцикла это губка и ведро. Это правда? Правда. Гоночная техника должна быть чистой. Спасибо. Мария, расскажи два слова о твоем настройстве. Как настроены сегодня? Тебе нравится больше дождь или жара? Мне нравятся гонки в любую погоду. Я люблю мотоциклы, люблю гонки, люблю тренировки. Ты бы хотела, чтобы твой сын ездил в гонки? Конечно. Ну, только если он сам захочет. У него есть способность? Ну, мы пока мало тренируемся, но он нас любит. Спасибо, удачи тебе на гонке. Очень холодно. Марию Медведеву поддерживает Елена Курочка, директор команды еще, Даниил Ковалевский, который поедет у нас в классе сток-опен в этот раз. В прошлом раз он ездил в классе стока-1000. Скажи, пожалуйста, где тебе больше нравится ездить, сток-опен или стока-1000? Нет, там и там хорошо. Просто на данный момент я чувствую, что все-таки должно быть все-таки хорошо. Сначала сток-опен, потом это как отлично, потом Superbike. Ну и ты так же, как Мария, любишь гонки в любую погоду, и тебе вообще все равно в каком классе. Да, в дождь вообще потрясающе, в каком классе все равно, главное получать удовольствие. Спасибо большое. Мы пройдем дальше по стартам решетки. И мы видим номер 33, это Дима Андреев, пилот зеленоградской команды green racing его поддерживает еще нижегородский парень алексей дим скажи пожалуйста немножко меня о своей команде почему вы называетесь green racing мы зеленограду назвали созвучно а где вы тренировались персанки ну начинали да многие там начинали кто-то на лидер и кто-то на персанки примерно походы скажи пожалуйста опыт небольшого такого картодрома он помогает на большом конце во всем или она все-таки отличается серьезно ну там нельзя отработать экстренное торможение таки из больших скоростей ну какие-то навыки дает потом хочется уже есть побыстрее народ перебирается на более быстрый приняла удачи тебе ну а мы с вами встретимся на процедуре награждения будем смотреть гонку шикарно потом все еще и так закончилась у нас заканчивается при стартовой процедура здесь от танец исполнили девушки у нас кстати говоря вы можете перерывах у нас поучаствовать в мастер-классе те кто любит активно двигаться тот мастер-класс школа данс клубов будет проходить у нас по таки на площадке рядом с джим хан и джим хана сама показательное выступление фигурное вождение которое зародилось японии 70-х годах то есть в общем то и сейчас набирает обороты плюс у нас для маленьких зрителей соревнования на велобегах так пошел круг прогрева кстати говоря телезрители телеканала hd extreme разбеки видят стартовую решетку первые два ряда а также от автомото центра академия бесплатный картинг для всех желающих информационные партнеры соревнований программы вести по волжье на телеканале россии 1 самая рейтинговая программа у нас в регионе вся объективная оперативная эксклюзивная информация работают под девизом мы не пытаемся изменить мир это делают те кто нас смотрит река на россии 24 нижний новгород яркие важные события из мира спорта программах страна спортивная вести спорт прямые трансляции хоккейных баскетбольных футбольных с участием ведущих клубов информационный партнер соревнований нижегородском эфире вести fm частота 98 6 оперативные новости актуальные интервью специальные репортажи аналитика дискуссии прямом эфире и информационный по интернет портал про город н.н. правдивый интересный портал вот еще обратим внимание на safety car который сегодня изменился это safety car представлен официальным дилером peugeot это peugeot у нас купе а peugeot центр афонина компания автолего телефон 20 20 700 так иванов кропухин медведева и остальные гонщики еще раз представим их вам по номерам 7 ноя павел фомичов 8 мария медведева 11 алексей воскобойник 15 александр дубовик 33 дмитрий андреев 34 илона сергеева 41 алексей оголоков может быть он будет из бокса выезжать у нас а может быть и нет присоединился к пилотонов 53 стартовый номер сергей беляков 55 сергей кропухин 61 алексей иванов 64 стартовый номер владимир корзаев 77 алексей битиев 88 владимир воробьев и 91 номер алексей морозов и пытался перекрестить иванов и похоже получилось у нас у алексея иванова холдшот потому что вперед пытался выйти кропухин но иванов резко изменил траекторию вправо ушел и перекрыл перекрыл ее траектории так холдшот в исполнении 61 стартовый номер алексей иванова алексей иванов вице-чемпион этого класса сезона 2013 бронзовый призер класса суперспорт 400 2008 года участник чемпионата испании вот этот в общем-то молодой парень которого 22 года всего возглавил заезд кропухин полсекунды но в районе стартового стартовой реакции проиграл и сейчас мы будем смотреть на дистанцию у нас 23 круга дистанция марафонская поэтому все еще может быть но мы видим что спорты чистые у нас достаточно далеко оторвались медведеву сумела сохранить третье место и в абсолюте и первое место в клате стк 600 и так 61 номер иванов 55-й кропухин восьмерка медведева 64-й корзаев 91 морозов и так борьба за первое место кропухин сокращает отставание и она медведеву на медведеву у нас корзаев наезжает на линии финиша просвет 295 тысячный круг лучший круг гонки у кропухина минута 20 597 сергей кропухин 55 стартовый номер московский спортсмен шестикратный чемпион страны именно в этом классе суперспорте сезонов 11 10 9 6 5 и 2004 году виза чемпион германии призеров не этапов чемпионата европы из различных других серий так сергей кропухин против алексея иванова 55 номер догоняет 61 секунда примерно у нас где-то шесть десятых отделяла медведеву от корзаевы 558 тысячных если то есть тоже борьба нас ждет за немного немало за третье место и за первое место в абсолюте в классе стк 600 сейчас похоже немножко его новую удалось оторваться и я думаю просвет уже почти секунды достиг медведева сопротивляется не пускает корзаева вперед корзаю родные стены должны помочь лучший круг гонки у иванова минута 15 374 резина окончательно прогрелась и в общем-то держак хороший так воробьев отыграл позиции на этом круге 88 номер переместился у нас на восьмое место антон еремин чемпион прошлого года этого класса еще не суспел восстановиться после травмы которую он получил не даже не на гонках и разби кей а на тренировке на горном велосипеде 13 спортсменов у нас участвует в объединенных заезде суперспорт и стк 600 лидирует 61 номер алексей иванов одинцов московской области алексей участник чемпионата мира в этом году правда собственно говоря в классе суперспорт продачков пока нет но вот собственно говоря возможно у нас они появятся опять сокращает крапухин расстояние посмотрим и на времена и времена фантастически крапухин показал минуты 14 176 почти квалификационный результат 394 тыс на на линии финиша медведеву удалось чуть оторваться от корзаева сохранить свое третье место и первого в абсолюте стк на этом круге изменений особых нет ну надо сказать что дубовик у нас за последнего места прорвался на 7 15 стартом александр дубовик минск белоруссия он был четвертом сезоне одиннадцатого года пятом сезоне стк 600 чемпионате белоруссии двенадцатого года и собственно говоря вот заявлялся в прошлом году на сезон на не приехал в этом году вот белорусский спортсмен здесь на трассе н ринг четыре круга пошло из двадцати трех лидирует иванов но на последнем круге мы видим что в общем то просвет мизерный просвет мизерный просвет мы видим что сейчас просвет едва ли две десятки будет достигать на более позднем промажении крапухин практически догоняет и повисает на колесе у лидера и так иванов крапухин медведева отъехала у нас сейчас мария от корзаева серьезная борьба за первое место оглядывается иванов но он и так собственно говоря понимает что сергей повис вот это дуэль дуэль эти гонщика была украшением как первого так второго этапа разбеки 2014 казани сухая гонка скоростная в здесь неделю в четыре недели назад почти месяц назад прошла дождевая гонка в экстремальных условиях итак ну что у этих парней сейчас одинаковая сумма очков по 45 у нас первый этап выиграл иванов 2 выиграл дождевой крапухин вот сейчас опять сухой этап скоростной и лидирует иванов похоже крапухину надо надо рыбать пытается сейчас заходил он показал себя в общем-то на внешнем радиусе но не стал проходить вот сейчас на линии финиша будет пытаться нет все-таки не стал я думал что он будет пытаться на более позднем торможении проскочить но во первых все-таки иванова скорость колоссальная и здесь есть риск у нас уйти в траву и потерять еще большее время итак отрыв до третьего места медведя составляет уже почти 13 секунд а между ними на финише было 64 тысяч ты но сейчас опять разрыв немножко вырос гонщики в общем-то крапухин по опыте и иванов помоложе но оба достаточно сильные собственно говоря имеет опыт международных соревнований парни конечно здесь очертя голову не бросаются именно в этой борьбе и как-то тактически рассчитывают вот иванов там целую лекцию прочитал вы можете потом зрители посмотреть в записи там о траекториях оптимальных как они работают с команды dmc собственно вот на чемпионате мира то есть вот и сейчас фактически элементы вчера с компьютерами механики ходили по поводу настройки мотоциклов то есть в общем то сейчас я думаю что борьба у нас нас ждет на финише но в любом случае крапухин висит на колесе иванова и у нас ждет буквально ошибки какой-то небольшой ошибки лидера для того чтобы его потестить с лидирующей позиции ну маша медведев просто великолепно лидирует в власти стк маша височемпион россии этого класса в 2012 года бронзовый призер прошлого года но по женщинам она выигрывала собственно говоря не все эти сезоны последний сезон 11 12-12 годов раньше когда-то давно мария была мастером спорта по художественной гимнастике координация движения безусловно и помогает в мото борьбе мария медведева москва клуб у нее свой матрикс рейсинг имеет место быть ну как таковых у нас команды сейчас не заявлено на этапе поэтому особо клубной принадлежность спортсменов не озвучив и так лидеры чуть-чуть увеличился просвет на линии финиша был сто тридцать восемь тысячных так визуально сейчас в районе полсекунды за мария медведева на четвертом месте этот 4 номер владимир козаев нижний новгород четвертый он был в сезоне прошлого года класс 6 соток 5 в сезоне 12 года сейчас он на третьем месте в стоке 25 очков на шестом спорте 16 очков но в отсутствие собственно говоря кстати украинского гонщика калинина он у нас позицию одну автоматически отыграет правда я еще это опередил события для этого надо финишировать и так чуть-чуть возрос разрыв но не не критично сто восемьдесят пять тысячных у нас у крапухина лучше круг гонки кстати говоря минута 14 176 это был третий круг как раз у сергей крапухина сейчас он прошел 14 602 а иванов лучший для себя круг поставил минуты 14 555 тысяч на 8 кругов прошло из 23 1 3 дистанции позади лидирует алексей иванов стартовый доме 61 1 соло на пятом месте в абсолюте на третьем месте в классе стк 600 сейчас что у нас на финише будем посмотреть 379 чуть отстал крапухин а вот кстати говоря только это сказал здесь на более бы небольшая ошибочка была у иванова и он его догнал практически но тем не менее на пятом месте у нас в абсолюте на третьем классе стк 600 алексей морозов 91 стартовый номер алексей морозов четвертым а был в сезон кстати в супер сток 1000 в литрах кубка россии сезона 2012 сейчас на седьмом месте в стоках на девятом спорта дмитрий андреев у нас на шестом месте андреев по 33 номера 6 был квалификации зеленоградский гонщик и опять назревает борьба на линии финиша вновь тает просвет но мне кажется чуть лучше настроен мотоцикл его но я могу ошибаться и он за счет хода за счет хода вот это стартовую прямую потому что здесь перед выходом на стартовую прямую практически у нас иванов догоняя крапухи догоняет иванова но здесь дальше идет отрыв десятый круг на одиннадцатый круг пошли спортсмены близца середина дистанции сейчас кстати говоря может уже сказаться износ резины и все прочие факторы усталость пилота итак телевизионные операторы hd extreme ru показывает нам вот борьбу очень плотно колесо в колесо идут ребята 20 секунд проигрывает медведев 26 проиграют корзаве 36 морозов очередной круг 11 заканчивает парни 169 тысяч как на буксирном тросе как на буксирном тросе они идут собственно говоря друг за другом практически то чуть возрастает отрыв чуть от до 6 метров у нас буксирный трос заставлять вот он здесь как раз и имеет место быть медведева проигрывает ребятам 23 секунды лучший круг у марии был минута 16 392 седьмой сейчас минут 17 2 она идет у корзаев минут 17 7 медленнее 29 и 6 просвет достиг и так 61 номер иванов 55 крапухин 8 стартовый номер медведева 64 корзаев 91 морозов алексей агалаков прошел воробьева на девятое место 41 номер алексей агалаков москва алексей выигрывал супер 100 600 правда было в сезоне 11 года 4 был сезоне 12 года и девятом прошлом году как алексей агалаков москва один из самых опытных участников этого заезда 12 круга парни закончили с разрывом четыреста двадцать четыре тысячных секунды он немножко вырос может быть резину удалось иванова лучше сохранить кстати говоря сохранить лучший круг в гонке он для себя поставил минут 14 362 а вот крапухин несмотря что то что у него вначале был лучший круг сейчас он идет медленнее на двадцать пять сотых секунды итак лидеры преодолевая сопротивление круговых здесь сиди флаги уже мы видим проносится в очередной рах линию финиша 281 тысяч на опять уменьшается просвет проходя кругового в общем то оба здесь не ошиблись оба круговой достаточно тактично посторонился парни вышли вперед этот круг крапухин прошел быстрее но буквально на десятую долю секунды где-то 15 соток и поэтому разрыв уменьшился но не сильно битьев теряет скорость 7 7 номер откатился уже на последнее место пилотона ну а вот мы опять видим лидеров визуально чуть вырос просвет 14 кругов прошло 15 пошел близится конец дистанции последняя треть гонки не удается может быть на последние круги оставил у нас крапухин попытки обгона он чуть быстрее сто девяносто две тысячных на линии финиша было но вот это гармонь растягиваются они туда-сюда привела приводит к тому что явных явной возможности побороться за первое место сейчас его новом нет медведево идет на уверенном третьем месте и первом месте в классе стк но проигрывает она уже тридцать одну и восемь десятых секунды корзаев 39 485 он идет медленнее медведево вряд ли здесь что-то тоже может побороться морозов алексей морозов 91 стартовый номер смотрим 54 и в общем то еще медленнее корзаева поэтому в головной части гонки как таковой борьбы нет и возможно только собственно говоря либо технического по вот здесь вот здесь сейчас борьба есть очередная попытка очередная попытка обгона со стороны крапухина очередная попытка обгона на отбился опять иванов вот на прямой буквально в середине стартой прямой восемьдесят девять тысячных вы не поверите от сантиметра у нас ну порядка метра от было отставание на линии финиша там где петля электронная находится электронной засечки и сейчас опять вырос просвет так что все в порядке у людей оба темп теряет но это связано не с какими техническими проблемами а то что они в борьбе борьбе они вот мало того что надо еще и круговых проходить прошли они 15 круг на шестнадцатом находится 7 кругов осталось до окончания интереснейшего заезда класса суперспорт этап чемпионата разбеки интернешнл 2014 он ринг совершенно разительный у нас получилось отличие от предыдущего этапа здесь дождевого сейчас светит солнце трасса прогрета хорошо хороший держак все в общем то высокие скорости как квалификации так и в гонке парни заканчивают 16 круг но как камера ведет фактически эту обогнал его на финиш на самом деле это не произошло сотка десятка сто восемь тысячных если быть и финиш разделила лидера прошли они буквально ноздря в ноздрю 14 704 иванов и 14 783 крапухин вот это в общем то мастерство конечно парни штампуют круги у нас уже несмотря на износ резины и конец заезда мы видим что не отпускает крапухин иванова и с другой стороны молодой парень из один сова достойно держится отбивается не совершает ошибок и лидирует от старта ну финиш еще рано собственно ряда финиша еще остается 6 кругов и соответственно есть такая какие-то элементы борьбы еще возможно ведь и удалось у нас отыграть позицию на 12 место воробьев у нас сейчас воробьев вот откатился лидеры а лидеры тут как тут пересекли они петлю электронной засечки 9 9 сотах я же самые девятьсотых 14 471 крапухин быстрее но в стесненных условиях вот предположим если бы сейчас удалось пройти иванова что о чем он мечтает в общем такая поехала ли он побыстрее или не смог бы поехать побыстрее держит его иванов и или нет об этом мы можем узнать только если обгон такой состоится пока иванов не дает никакой возможности сергея это дело провести сергей крапухин кстати говоря в мотокроссе пробовал свои силы зимой сел на мотоцикл на шипах на льду пруда там кутузовский редут мото клуб но не совсем удачно он оправит ну как как хорошо тем замедили так аккумулятор сел у ктм и в итоге он на другом мотоцикле было несколько падений но по скорости кольцевик значит на зимних гонках на кроссовом мотоцикле непривычно был достаточно у нас конкурентоспособен и так сейчас иванову удалось чуть отъехать удалось визуально отъехать но тем не менее я зря сказал про западение скорости то есть были может какие-то ошибочки опять у нас крапухин начинает иванова начинают иванова выгибать буквально выгрызать какие 199 тысячных на финише воробьев отстал уже далеко в общем то у нас я так понимаю лишь два круга лидеру проигрываю прошел 16 круг а лидеры 18 андреев 33 номер круг проигрывает идет на шестом месте в круге лидера кроме иванова скарапухина медведева корзаев и морозов трое гонщиков класса стк 600 на двадцатом круге спортсмены синие флаги лидера то что мы ждали собственно вот этой борьбы весь практически заезд на последних кругах у нас это произошло 55 стартовый номер сергей крапухин вышел вперед вышел вперед такую небольшую ошибочку иванов совершил но в общем-то что даже не закрыл не закрыл траектория во время и смена произошла и так новый лидер 55 номер сергей крапухин конечно он комфортно себя чувствовать не может сейчас не может он оглядывается тоже на стартовый прямой 276 тысяч на на линии финиша между этими конкурентами она пробует пробовать вернуть себе лидерство не прошел не прошел этот маневр крапухин впереди сейчас они оба преодолевают кругового круга вы даже испугался дернулся немножко здесь от них но слава богу обошлось и так 55 номер сергей крапухин шестикратный чемпион страны в этом классе выходит в лидеры под занавес заезда правда не совсем очень занавес сейчас гонщики будут заканчивать 21 круг им два полных круга еще останется на все про все обители прошел воскобойника алексей бить и 77 номер 10 замыкает в абсолюте но минус 2 8 место и так пытается иванов реабилитироваться на прямой не удается крапухину от ваться не удается оторваться еще вибрации пошли какие-то на колесе то ли за торможение то опять иванов вышел вперед и вновь недолго два круга полидировал крапухин алексей иванов после стартовой прямой вновь возвращает себе лидерство в заезде класса суперспорт оба прошли великолепный круг у грапухина был минут 14 58 а иванов еще быстрее минут 14 39 итак ну что это победа или нет пока вот аж на заднее колесо встает мотоцикл у сергея крапухина ну так в общем мощные спортбайки порядка 150 лошадиных сил собственно говоря и 140 и здесь даже на высоких передачах мы видим вот это вели на заднем колесе получается это крапухин вновь впереди иванов что-то рукой машет нет это у нас показали камера аутсайдера вела в заблуждение от похожая форма и так вот гонщики закон 22 круга дистанции это предпоследний круг да сейчас они ушли у нас на 23 сейчас они закончили 21 ушли на 22 и следующий будет у них основной и так алексей иванов в общем-то доказывает что он у нас становится становится уже более таким опытным серьезным спортсменом дело в том что прошлом году ему в какой-то мере повезло в борьбе с крапухина там аверкин еще боролся в этом классе дело в том что у крапухина возникли в самом начале сезона серьезные технические проблемы с мотоциклом и они периодически у него повторялись то есть в общем то просто резко терял мощность мотоцикла ведь необъяснимой были вещи в этом году проблем чуть-чуть фу с мотоциклом нет один и так а вы про иванов один этап выиграл на крапухин час у к должен быть счет 21 у кого-то но у того или у другого гонщика лучший круг для себя иванов минута 14 198 да он не перебил крапухину крапухин показа папа минута 13 уже оба вот уча уже квалификационные круги у них минута 13 841 ушли они на последний круг ребята между ними был 662 тысячных но иванов показал минут 13 842 почти квалификационный результат не 13 6 было 678 это под занавес заезда на изношенный хлам резине в общем-то либо он ее сохранил каким-то образом и так идет последний круг первого заезда класса суперспорт лидирует иванов его буквально по пятам преследует крапухин но не совсем конечно по пятам здесь у нас просвет порядка секунды или шестидесят существует и так лидеры выходят на финишную прямую иванов выигрывает 21 счет и так алексей иванов один сова у нас становится победителем этапа разбеки 2014 крапухин занимает второе место фомичев финишировал нас седьмой номером 12 место занял в двух кругах от лидера и итак морозов 91 номер алексей морозов на пятом месте завершил круги отставания от лидера мы ждем призеров у нас остальных и но их придется ждать еще некоторое время линию финиша пересекает 30 дмитрий андреев на шестом месте и 34 илон гейпа заняла седьмое место в абсолюте сейчас а вик девятым закон у нас заезд медведево корзаев медведево 3 в абсолюте корзаю 2 в абсолюте и так вот только два этих спортсмена не проиграли круг лидеров и так нас ждет процедура награждения дима в стоке значит получилось у меня 8 64 и 91 надо залить бензин на стакан больше на следующий этап мария поздравляю тебя у тебя кончился бензин нет у меня кончилась батарейка хорошо что ее хватило до итак начинаем процедуру награждения этапа рсбк интернешнл 2014 класс суперсток 600 третье место в классе суперсток 600 стартовый номер восемь москва морозова мы ждем на подиуме второе место в плате суперсток 600 владимир корзаев нижний домгород и победитель класса суперсток 600 мария медведева стартовый номер восемь москва давай 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 итак приз за третье место на этапе вручается алексею морозову стартовый номер 91 москва через спину вице-чемпион этапа владимир корзаев стартовый номер 64 нижний домгород и победительница этапа мария медведева стартовый номер восемь москва дубль она сделал на прошлом этапе дождем итак давайте похлопаем мария медведева владимир корзаев алексей морозов фотография на высшей ступеньке подиума и традиционная тупая атли кемоле у нас призы и традиционная шампанская итак все уже приучены быстро открыли итак все уже приучены быстро открыли вот на процедуру награждения класс суперспорт класс суперспорт четвертый этап rsbk international 2014 третье место завоевала мария медведева москва машин далеко не уходим я бы хотела взять короткое интервью у алексея как бы тебя прошло прошло нормально на первых кругах я немного нервничал вот потому что была вероятность борьбы за третью позицию в классе но потом когда я понял что между мной и Дмитрием Адвеевым разрыв увеличивается стабильно я специально сбавил темп чтобы сберечь резину и в принципе я финишировал в таком скатном режиме комфортно спасибо поздравляю второе место на этапе Сергей Крапухин стартовый номер 55 и победитель этапа это Алексей Иванов одинцов Московской области Алексей конечно молодец но совсем он не пролидировал от старта до финиша но колл шот и большую часть его голки он достойно боролся ни одной ошибки грубой и довел дело до победы и так аплодисменты Алексей Иванов Сергей Крапухин Мария Медведева АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак шампанское класс суперспорт сегодня суперспорт и быстрее супербайков рулит во всяком случае квалификациях посмотрим что будет в гонке АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ выпить чемпионского шампанса итак женский зачет второе место в упорной борьбе завоевал Илона Сергеева Стартовая номер 34, Москва. И победительница этапа в женском зачете это Мария Медведева. Стартовая номер 8, Москва. Итак, вручается приз за второе место Илоне Сергеевой. Давайте похлопаем девушке. За первое место приз получает Мария Медведева. Две Марии, можно же на ней загадывать. И аплодируем Марии Медведевой и Илоне Сергеевой. Ну нас ждут еще процедуры награждения в классе Супербайк. Суперсток 1000 и в классе Стокопен. Поэтому процедура будет повторяться. Сейчас готовится стартовая процедура класса Супербайк. Пока небольшая пауза, собственно говоря. Зрители, те кто пришел с детьми, Вы можете посетить детскую площадку. Там на велобегах организованы интересные такие соревнования в виде аттракционов. Плюс прокатный катер работает сегодня для вас бесплатно. Плюс у нас сегодня показательные выступления Мотоджимханы. То есть такие, можно показать, что это такое дебют. Плюс у нас, собственно говоря, мастер-класс танцевальный. Очень сложно, что мы в Казани с вами произошли. Неправильно назвали. Сам танцевальный гуд называется Трэм Арт Шоу. Отличной работе моих механиков и нашему главному химическому директору Рома Назаева. Люка Калюта Семенова, мой тренер. Отличная психологическая работа. Пришлось... Я не могу сказать, насколько я психологический тренинг. Там вообще что-то. То есть уже было такое количество пониманий всего процесса, что-то приходилось, себя перебарывая, делать то, что раньше-то, а голубой, но еще что-то просто, надо делать, и все. Отлично настроен мотоцикл. Отлично подобрали настройки. Все дни работали мне с настройкой. Трек технически сложный. И физически очень сложный. Было ехать очень тяжело. Честно говоря, я думала, что я последние круги настолько сливаю, что, ну, сейчас время, время, я тренирую очень громко. Четыре минуты до начала пристартовой процедуры. Стар, проспала, перенервничала. Очень-очень нервничала. Я первый раз ехала, стартовала в десятке. Квалификация была очень успешной. Я очень нервничала. И, соответственно, на старте это дало себе знать. Все сделала, как бы, ну, забыла включить передачу. Начала включать, естественно, на стеклоплог. И мне опять, как в том году, пришлось всех догонять. Но, наверное, это даже и хорошо, потому что Тальновсток у меня простимулировал, что, короче, я сгодочного. А вот и моя тренер. Людочка, иди сюда. А этого не сидеть. Люда, ну скажи в твус слова. Как ты так научила Илону быстро ехать? Хороший, давай, человек. Как ты так быстро научила ехать Илону? Скажи, пожалуйста. Кулаки, ремень. Ой, вообще. И не кормили, не крем. Не жалуйся. И завтракал. И завтракал. Ну, все нормально. Она и очень быстро еще ехать. Это еще не предел. Молодцы, поздравляю вас. Спасибо. А вот этого человека, который просто, да, настолько неуверенность в состоянии с мотоциклом, что из него реально бы не было там еще. Мотоцикл по дороге не все решает. Это я. Молодцы, поздравляю еще раз. Ускоряйтесь, еще вы с дверью. Спасибо.